Девушки отдыхают Его имя хорошо знакомо лишь истинным ценителям академического искусства, ну а для остальных концерт – это отличный повод расширить свои музыкальные горизонты. Ну а имя Инги Лударевой знакомо многим тюменцам, да и не только. Наша певица уже давно вписала свое имя в историю российского джаза. В пятницу пройдет ее юбилейный концерт, поздравить Диву приедет джаз-бенд Федора Кувайцева и легендарный ленинградский Дикси-Лэнд. А еще в пятницу вечером можно полюбоваться на Бенедикта Кэмбербэтча. Да, все мы его знаем по роли Шерлока Холмса, но на этой неделе сможем увидеть совсем в другом амплуа. В Atmos Cinema пройдет специальный показ спектакля «Франкенштейн». Слава современным технологиям, благодаря им мы в Тюмени можем посмотреть постановку Королевского национального театра. Ну а если театр воспринимаете исключительно вживую, тогда не пропустите уникальный проект. В течение четырех дней 100 человек из Тюмени, Ямала и Югры создают спектакль вместе с федеральными экспертами. И в это воскресенье они представят свои труды в четыре спектаклях. Вы стали бороться с детьми, которые все время проводят перед монитором? Может, зря ругаетесь? О пользе компьютеров для маленьких тюменцев можно узнать в эти выходные. Если и это вас не убедит, то есть еще парочка традиционных вариантов досуга. В выходные стартует первый межрегиональный хакатон виртуальной и дополненной реальности. Это такой форум, где программисты выполняют задания на время. Как правило, в команде. Участвовать могут ребята от 11 до 18 лет. Разработка софта – это сейчас одна из самых востребованных специальностей. Ну а кому еще рано придумывать компьютерные программы, а хочется играть? Таким малышам в театр в Тюменском кукольном в воскресенье дают спектакль «Игрушки» в основе интерактивной постановки стихи «Огни и Барто». Еще один способ интересно провести досуг с грудничками. Скажете, рано ходить в театр? А зря. В «Космосе» дают специальные бэби-спектакли, один из таких, в эту субботу. Так что ждут всех театралов от 6 месяцев и до 4 лет. Не только малышей развлекут в «Космосе», но и молодежь в вечернее время. Об этом и о том, где еще провести выходные юным и активным, сейчас расскажу. В субботу здесь пройдет второй полуфинал Лиги комедийной импровизации «Брекфаст Бэнд» в программе «Семь баттлов», в которых пройдет нешуточное сражение юмором. Ведь только один победитель Лиги сможет получить главный приз – 50 тысяч рублей. А подготовиться к заданиям никак нельзя, ведь шутить придется на темы, заданные зрителями. А кому в субботу будет мало юмора, то не пропустите «Воскресный вечер комедии». Его устроят тюменские стендап-комики формат «Открытый микрофон». Так что выступить могут не только опытные комедианты, но и все желающие новички. А центр Тюмени, точнее концертно-танцевальный зал «Золотые ворота Сибири» превратится в Сеул. Здесь пройдет танцевальный фестиваль. Кей-поп – жанр, который зародился в Южной Корее. Именно этой субкультуре и посвятят этот фест. А если вы чудо, как хороши собой, то не пропустите кастинг на «Мисс Россия». Жюри ждет девушек от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров и без штампа в паспорте. Если ваши параметры близки к эталонным 90-60-90, то не пропустите отбор. Ну и в завершении поговорим о самых полезных событиях этих выходных. К примеру, уже в это воскресенье откроется новая точка притяжения для всех тюменцев. 1 декабря в свои двери распахнет молодежная креативная площадка «Контора пароходства». Располагается новый мультицентр на набережной за мостом Челюскинцев. Здесь будут проходить мастер-классы, лекции, выставки, спектакли, ярмарки. Все это уже в первый день. Например, на занятия по голосу и речи от Марии Кондратович «История успеха» от известных людей, воркшопы, маркет-создателей, иммерсивное шоу. Можно попасть с полудня и до позднего вечера. Еще одно полезное мероприятие пройдет в эти выходные. Оно называется «Дресс-кроссинг» или «Обмен одежды». Без лишних затрат можно обновить свой гардероб, избавившись от уже ненужных нарядов и забрав с собой новые. Топ-событий подготовлен совместно с пабликом «Афиша Тюмень». И на этой неделе разыграем билеты на танго-шоу «Астертанго». Чтобы выиграть, делайте репост этой записи из группы «Утро с нами ВКонтакте». А в комментариях пишите ответ на вопрос, кто изображен на этой фотографии. Итоги подведем в понедельник, а я желаю вам отличных выходных.